здравствуйте дорогие друзья по вашим многочисленным просьбам все таки придется делать фильм как вязать вот такую симпатичную веснянку для мармышинга ну понятное дело вы уже предыдущий фильм видели если нет то можете посмотреть я на заказ вязал на двух разных крючках вот один изгиб здесь у нас получается больше за счет формы крючка граб и шримп другой на team k200r крючок там получается сам изгиб несколько меньше но она и так принципе то вот понятно если их поставить грудками то видно насколько жало здесь задрано но роли здесь не играть никакой больше меньше единственная конечно как я в личной переписке вам уже рассказывал буду сейчас делать и буду объяснять фильм будет но нудный длинный потому что здесь технологически очень сложно выполнить симпатично вот так эту нимфочку поэтому давайте мы приступим и я буду вам уже рассказывать ну в начале конечно опять мы ее водрузим и будем уже я расскажу а вы уже потом процессе сами будете понимать как вы видите вот сама грудка ее надо немножечко уменьшать за счет того что вот мы не можем подобраться до самого загиба снизу если бы мы ее вязали как положено по загибу у нас бы еще здесь три миллиметра было бы удлинено тело поэтому только лишь вот с этим сложности выдержать пропорции раз и второе это то что здесь неудобно вязать так как жало постоянно мешает нормально сконцентрироваться на вязании нам понадобится свинец я уже показывал у меня вот осталось кусочек листового свинца можно использовать всевозможные вот такие вот я наборы когда-то покупал свинца это вот 064 я замерил 06 его можно если нет использовать шарики латунные вольфрамовый для утяжеления так как мне вот некоторые ребята писали а можно ли добиться полтора два грамма весом можно если вместо грудки использовать из наборов у меня вот здесь вот они разные есть вот я так вам покажу разные набор у меня и отдельно и так тоже то есть и под медь и под серебро и под золото есть вот как вы видите здесь вот и темные это вольфрамовая то есть практически если подготовиться то можно для себя грузить нимфу так чтобы она доходила до 2 граммов но еще нам нужно будет вот биоты что такое биоты это у если у меня есть сейчас попробую вам показать да есть вот у меня на примере махового пера это индюка значит что здесь получается вот если рассматривать перо то у него имеется для мокрых мушек мы используем вот эту часть а вот здесь с этой очень такие жесткие колючие вот такие перышки это их называют биотами они плоские и как вы видели разные бывают то есть если у вас нет как у меня крашеных можно использовать вот перо индюка утки вы все что вы найдете но с маховых перьев только на маховых перьях есть вот эти биоты я подготовил глазки глазки это не проблема вот в частности пожалуйста посмотрите это также два шарика оплавленные лесков и формируются вот такие глазки ширину обязательно подберите по своему крючку и я для вязания использую вот такой вот крючок граб шримп номер я взял номер 8 чтоб удобнее было нам видеть и давайте приступим значит что здесь главное мы начнем и будем вязать все время вверх ногами поэтому закрепили и будем переставлять так как нам удобно вот в таком положении мы все время будем вязать с вами в начале необходимо ну так как я из ряда фильмов собирательных для себя отрабатывал технику вязания этой нимфы то в принципе то мне понравилось как игорь тяпкин вязал нимфу и я вначале также это всю технику для себя использую нитка у меня ну вот которую мне не жалко она у меня даже стрейчевая не совсем подходящая для вязания мушек но я ее использую почему потому что на ней хорошо даббинг цепляется к ней и плюс к тому же она достаточно тонкая и очень удобно с ним не работать но плохо то что она рвется и очень слабая в натяжении есть у меня и другие вот и такая тоже это распускная нитка можно использовать любую какую вы захотите но желательно чтобы все было в цвет нам понадобится черная нитка если у вас черная нет есть белая значит белую можно подкрасить маркером маркер я использую вот такой это коричневый перманентный спиртовой маркер для подкрашивания пленки ну и естественно я показывал в очень многих фильмах этого тут такой полиэтилен как я показывал который тянется хороший такой непонятный но очень хороший из упаковки импортных товаров здесь в начале нам необходимо закрепить нить и сделать небольшое расширение к колечку вот прямо шарик нужно здесь намотать для чего это нужно сейчас я вам все покажу стараемся дальше не заходить потому что на крючок ниткой потому что будут очень неудобно нам с вами крепить глазки переставлю опять мне пока она здесь сильно не мешает вот так продолжаем дальше в удобное положение вот такой как вы видите примерно шарик поставим теперь берем как я уже говорил вот на биотах имеется с одной стороны очень такие не длинные биоты а с другой длинные и широкие биоты вот нам как раз понадобится для по величине этого крючка вот мы примерили как вы видите вот под для ус усиков подойдут вот эти биоты я уже заранее отрезал чтоб не тратить на это время и давайте будем крепить усы берем вот он уже это перо имеет свой изгиб и поэтому я использую это этот изгиб уже прикладываю крючку так чтобы у меня но с небольшим вот таким выходом как бы слегка под колечко удерживаем биот и я вот так только лишь беру не даже не затягиваю накидываю нитку дабы не утянула мой биот годится оставили вот у нас должна выйти приблизительно вот такая картинка берем второй ну понятное дело чтобы нам необходимо это все подровнять по длине чтобы два уса усика эти были у нас абсолютно по величине одинаковая я беру что дело немножечко его вот так запускаю к себе а потом ниткой беру затягиваю его подтягиваю от себя теперь я могу еще немножко его подтянуть подровняли вот посмотрите у нас вышла величина ушел одинаково по длине оставляем вот в таком положении я чтобы не было небольших у нас сложности совсем маленькую маленькую капельку добавляю клея клей повторю я использую вот такой акфикс гелевый клей очень хорошо работает вы можете использовать лак для вязания мушек какой-либо другой клей тоже можете использовать вот капнули мы немножечко клея на эту вот часть где здесь будем крепить наши биоты немного потому что на это место мы будем с вами крепить глаз глазки все почистим сразу нитку у иголку чтобы на ней не не образовывались от мусора шарики и теперь я аккуратненько ведь и начинаю подтягивать наши биоты все подхватили здесь мы можем еще спокойно с вами возвращаясь колечку вот установить в то место в котором должны стоять биоты если развернуть и вот посмотреть так как видите они симметричны развод их красивый величина их меня вполне устраивает потому что мы будем почему именно вот так они здесь но вы сами понимаете вот этим вот местом за счет смещения центра тяжести у нас будет стоять наша нимфа на дне или же будет двигаться в толще воды повторю нимфа используется для мармыши мышинга но здесь ситуация такая что можно ее использовать и во всех видах рыбалки вот какие мы только имеем даже по плавочной нашей снастью преддверии зимы достаточно хорошая уловистая приманка закрепили я креплю не с пинцета большинство глазки крепят вот посмотрите видите закрепил я глазки посмотрел чтобы они у меня были ровненькие пару накидов накидов нитки сделали посмотрели проверили и вот теперь здесь я могу спокойно чтобы мои глазки потому что мы же будем выковыривать крючок сыр с пасти рыбы мы можем все это здесь порушить поэтому я использую здесь без всякого стеснения этот клей который очень хорошо работает он в тоже крепкий и в то же время он не дает промажем цевьё потому что мы по ним пройдем ниткой вот и теперь я уже окончательно здесь начинаю глазки свои восьмерочкой крепить и обязательно вот так в одной плоскости я прохожу чтобы мои глазки слегка как бы приподнялись перед над крючком все у нас закрепились не забываем что крючок этот граб шримп имеет своеобразный изгиб загиб и за счет этого у нас здесь масса сложностей чтобы закрепить ровно и симметрично все наши потом материалы ну приблизительно с какую-то симметрию для себя мы подберем на глаз все сделали делаю я здесь завершающий узел понятное дело вы его уже видели тысячи раз делаем узелок и убираем нитку сейчас мы с вами будем крепить свинец так как я сказал мы будем использовать но самый неудобный способ можно перевернуть нам вверх и теперь поставить в удобное для нас положение крючок и для себя отмерим значит смотрите вот здесь место мы оставляем должны закрепить биоты здесь два-три миллиметра мы должны оставить для крепления материала вот где я остановился ниткой вот с этого места мы будем уже наматывать свинец скажу откровенно я даже не знаю насколько мне длины хватит поэтому я все равно беру здесь не хватит это не страшно взяли подкрепили вот так немножечко и теперь у меня все время лежат вот пинцет и я этим уже пинцетом я потом непосредственно чтобы не портить пальцы я начинаю здесь закрепить выравнивать мой свинец подравняли его теперь я могу спокойно нанести клей и покажу в принципе то есть у меня друг виталий швей шмелев вот он часто меня критикуют за то что я некоторые вещи не рассказываю а как бы вот они подразумевается что понятно и поэтому я ему пообещал что я этот фильм сделаю под него и уже для него который вот начинающий чисто вязальщик несмотря на то что он очень хороший мастеровой а мушки начал только вот сейчас я беру передержатель кончик свинца ноготком придерживаю свинец и под углом начиная его наматывать отлично как раз хорошо и по нашей всей конструкции лег свинец если вам необходимо в дальнейшем вот лежит такое количество свинца что я делаю если мне необходимо утяжелить эту нимфу еще больше сделать ее тяжелее мы обязательно сейчас этот вариант не будем рассматривать но я его говорю я потом беру утконосиками после того когда высоко приклеится свинец мы берем потом начинаем сплющивать сплющили и потом я уже отрезаю не такой ширины а вот такой вот тонкой тонкой узенькой полосочкой свинец гораздо длиннее и уже поверху на плоскую расплющенную нашу наше тело начинаем крепить свинец и опять потом его под плющим ну как вы поняли здесь со смещенным центром тяжести наша нимфа мы начинаем подготавливать тело выровняли толщину этого свинца здесь обязательно потому что здесь мы будем крепить и лапки и грудку я беру взял ну она немножко толстая 60 нить для того чтобы подровнять тело теперь так как я утяжелять больше не буду я беру промазываю свинцом промазываю здесь где будем крепить биоты наши хвостовые придатки и продолжаем дальше я буду использовать в качестве не даббинг не для вязания и занворы она у меня белая чтобы не было проявление на теле мы должны наш свинец пока он еще там подклеивается аккуратненько вот так вот ниткой отлично подровнять теперь вот этого будет достаточно почему объясняю мы с вами будем сейчас крепить здесь сделаем шарик я обязательно его делаю вот вы обратите внимание на этой нимфе тонн оранжевенький шарик на другой точно так же здесь вот оранжевенький шарик это дополнительно привлекает рыбу потому что как мой друг александр павлов сказал напоминает яйцекладов то есть рыба знает раз там оранжевый мешочек значит икра там созрела и насекомые будут откладывать икринки рыба уже выстраивается в очередь чтобы это все кушать наносим этот даббинг флюоресцентный здесь я удерживаю ноготком чтобы не уехала моя нитка и на одном месте проматываю делаю вот такой шарик сделали теперь уводим нитку значит здесь есть ряд неудобств для крепления биотов поэтому я ставлю в удобное для себя положение перевожу и теперь смотрите нам нужно чтобы наши биоты вот смотрели под вот таким вот приблизительно углом поэтому мы берем уже вот такие более толстые биоты которые я оторвал и и начинаем примерять их длину вам с этой стороны так не будет совсем видно но я сейчас попробую продемонстрировать да значит крепится обязательно следите теперь вот за это острие крючка потому что нитка рвется на раз так же прикладываем слева справа биот удерживаем его и подтягиваем ниткой проверяем теперь их длину для этого можно вот так слегка перевернуть посмотреть проверить да меня все вполне устраивает и и теперь удерживаем наши биоты чтобы они вот я покажу видите длина их одинаково и теперь я удерживаю биоты чтобы они у меня не уехали пока только лишь вот так подхватил после этого я обязательно так как это место интенсивных поклевок рыбы я опять нанесу буквально капельку на место крепления биоты они сами как пластмасса получается ну скользят и нитка тоже полиэтилен скользит чтобы этого не было добавим клея и аккуратно вот так удерживаем чтобы их никуда у нас не увело начинаем надвигаться к нашему шарику движемся до тех пор пока аккуратно не дойдем дошли здесь подтянули ниткой вот наши сошлись биоты но не совсем сошлись подравняем их выставим им положение вот они у нас уже разведены и теперь выравниваем это место как я и говорил видите свинец почему оставлять эти два-три миллиметра для крепления материалов оставили теперь берем наш полиэтилен полиэтилен можно использовать я использую такой ну и уже показывал вам фильмах вот можно так такой продается силиконовым наборах или же вот такой хендосовский берем на полиэтилене я вырезал вот как вы видите вот так вот уголочком и теперь подводим нашу нить там где наши были хвостики очень важно закрепить здесь очень уж неудобно так чтобы это было ну очень симметрично как вы видите жало не дает возможности нормально это закрепить но мы постараемся с вами подхватили немного буквально пару оборотов и теперь я что делаю можно пинцетом можно ноготочком ну ногтем сюда не залезешь вот я подравниваю подтянул годится вот у меня получается уже под жалом закреплен мой полиэтилен отлично проматываем здесь несколько раз и обязательно опять же здесь нанесем наш клей чтобы полиэтилен никуда у нас не убежал теперь все можно спокойно убирать клей на длительное время и получается следующая картина нам необходимо закрепить здесь ряд материалов и в то же время мы должны еще не забыть подкрасить в коричневый цвет наш полиэтилен ну вот вы видите все уже у нас тело подготовлено я не буду рассказывать как красить где красить долго или нет я просто вы уже видели не один раз мы берем наш спиртовой маркер я его подкрашиваю как внутри так и сверху значит здесь мы должны с вами пока будет клей наш приклеить подсыхать мы с вами внутреннюю сторону промазываем подкрашиваем коричневым маркером это вот я как и говорил бюджетный тот вариант который ну практически когда у человека ничего нет может даже взять кусок любого вот у меня здесь вот такие вот такой есть полиэтилен упаковочный отрезать и сделать ну нежелательно использовать для теплиц там значительно толще и неудобно с ним работать значит дальше так как я неоднократно вам рассказывал нам необходимо закрепить материал и только лишь потом леску потому что если мы это сделаем наоборот то у нас выйдет некрасивая сегментация тела подхватили нашу ниточку и подводим ее аж до самой пленки там где наш загиб оставляем пусть лежит обыкновенная пряжа можно даббингом как вам будет удобно но у нимфы тело бело-серое молочное а грудка уже черная коричневая может быть оливкового цвета поэтому исходя из этого мы должны с вами это все делать в цвет в некоторых местах такого типа нимфы вообще черная это все зависит я в своих книжках писал от грунта берем леску леска как я уже показывал и показываю еще раз вязал я бока плава это 0,14 толще я не использую потому что для такой величины приманки это не есть хорошо но она должна быть достаточно крепкая не доходим ровно один миллиметр и теперь спокойно можем дайте ниткой выровнять нашу шею там где будет наша голова подровнять что мы еще не подровняли и убрать нашу нитку теперь мы сделаем небольшой перерыв потому что нам желательно дождаться чтобы спиртовой маркер хорошо подкрасил наш полиэтилен как изнутри вот я беру переворачиваю пленочку изнутри она уже подсохла я теперь подкрашиваю это все с улицы верхнюю часть вот отлично вот отлично и оставляем на пару пять минут продолжаем дальше все у нас здесь подсохло подкрасилась хорошо на пленке и теперь мы берем ну вот как я уже вам показывал жена вязала остатки здесь у нее я использую эту нитку значит здесь я делаю перед леской буквально два-три хороших оборота стараюсь ворсу не примен применять вот так а теперь вот в таком положении пошли дальше формировать наше тело можно виток виток витку можно внахлёст то есть мы должны сформировать ровное цилиндрическое тело для нашей нимфы здесь мы можем залезть с вами а можем и не залазить на грудку то есть как вам будет удобно это не принципиально вот это все оставили чтобы никуда не убежала моя нитка я беру перодержатель прикрепил подвесил берем опять нашу черную нитку так как дальше все мы будем продолжать опять же только черной ниткой закрепили ее и вот таким движением подхватили нитку убираем которая делали тело если меньше уделять внимание как я вам говорю описанию рассказыванию то здесь вяжется она технологически за полчаса ну максимально допустимое конечно это вот 40 минут когда вы сейчас увидите мы перейдем к лапкам то здесь будут у нас опять же небольшие сложности аккуратненько вот ровно укладываем теперь нашу пленочку я специально немножечко дальше взял место там где наша грудка потому что буквально вот подхватить ее чтобы она никуда не ушла потому что как вы видите это внутренний радиус мы сейчас если будем продавливать тело пленку нашу будет тянуть к загибу посмотрели чтобы оно у нас было симметрично как вы видите симметрично и теперь переходим к сегментированию берем нашу лесочку все уже прекрасно знают как это делать и первое делаем сегмент проверяем чтобы обязательно было симметрично не было волн и стягивание материала выберите шаг для себя свой как вам будет удобно это не является принципиальным то есть чисто по эстетике там два миллиметра или три миллиметра вот сколько вы сочтете необходимым обязательно перепроверяйте чтобы была у нас симметрия чтобы никуда не утаскивала подтянули продавили опять подтянули продавили ноготочком удерживаем леску чтобы она у нас никуда не скользила сколько сегментов это вы уже определите сами но не забывайте о том что у нас здесь еще нужно делать грудку вот я останавливаюсь специально в таком положении чтобы было видно вот вы видите у нас две третьих должно занимать место тела вот оно оно видно и одну получается третью должна занимать у нас грудка с лапками убираем теперь нашу нитку и возвращаем обратно здесь я проматываю леску два три четыре сколько нужно чтобы она никуда у нас не ушла и потом ее вот так подхватываю поверьте уже она никуда не денется можно добавить клей а можно и не добавлять как я уже вам рассказывал это бюджетный вариант здесь я не делаю вырезав скрыл это на крылышках у нимфы а просто вот так беру и подворачиваю пленку для того чтобы обозначить крылышко здесь чтобы более симпатично это выглядело мы должны с вами нитку подвести вот под то место где будем гнуть наше крылышко подвели переломили и опять же аккуратно потому что сам полиэтилен будет у нас противиться нашей красоте будут вздыбливаться мы должны его закрепить красиво если нужно еще подтянем подровняем если бы не жало крючка было бы это несколько быстрее и несколько удобней вот все я уже установил удерживаем понятное дело что через пальцы не будет видно я поверну и покажу вот так все этого будет вполне достаточно вернем в то место которое нам оно крылышко это должно находиться и теперь нам необходимо здесь сделать перегиб но опять же пленка наша должна быть опять же вся хорошо подкрашена опять подкрасим нашу пленочку это то где будет наша грудка сделали теперь смотрите что я делаю я опять переворачиваю на место где у меня было крылышко друзья от вот этой аккуратной работы зависит от того как вам будет удобно потом эту пленочку крепить на грудке и на голове делать формировать голову нимфы посмотрите перепроверьте чтобы она вот так ровно заходила на глазки и оставляем в таком положении годится так убираем и убираем здесь немножко можно использовать обыкновенный вот я у меня имеется здесь такой кролик даббинг ну я использую даббинг который у меня есть вот такой микрофлэш о даббингах я в книжке писал так что здесь проблем никаких у вас не должно возникнуть и немножечко буквально вот немножко один два оборота мы с вами формируем здесь уплотнение все теперь переходим к другому переставляем расширим наши чтоб не отломались эти ставим в удобное для нас положение и теперь на вот этом пространстве мы должны с вами здесь разместить лапки как вы знаете из моих фильмов я лапки могу изготавливать ну практически начиная перо нитка но последнее время достаточно вот мне понравилось и честно скажу более долго служит этот материал вот он вот такой и разный бывает но я его перед работой всегда подготавливаю он гораздо толще я просто беру вот так и его начинаю подтягивать ну в пределах разумного чтобы вы его не порвали ну и видно здесь какая его толщина была и какая его толщина стала лапки первая которая вот идут к загибу крепим сверху так чтобы они вот так смотрели назад здесь вот заметно вроде бы я сейчас закреплю и покажу как как лучше чтобы оставить длину проматываем еще раз потом я беру вот так увожу в сторону опять загиба нашу резинку и проматываю еще раз у меня получается вот такая как ласточкин хвост конструкция выбираю симметричную длину лапок приблизительно не столь важно эти 23 миллиметра никто высчитывать не будет теперь я перевожу ближе к голове и делаю противоположном направлении теперь уже формирую к головке креплю лапки чтобы у меня торчали так будет нам удобнее не потом их гнуть и также крепим вторую половинку наших лапок только ниткой больше ничем я не пользуюсь опять отрезаем необходимую длину и только как удобно это не это не является как говорится нужно именно так или вот вы решите по-другому делайте по-другому лапки многие используют уже готовые чехлики которые с лапками здесь вот эти которые средние наши лапки мы должны их умудриться ровно а для того чтобы ровно мы делаем сперва накиды без подтягиваний вот и только лишь после того когда подровняем более-менее нашу резинку как я ее называю силиконовую вот она у меня вышла сейчас я отрежу необходимую длину вот она у меня вышла вот такой конструкции как вы видите вот лапки торчат эти вперед эти назад эти почти ровно посередочке оставляю берем клей обязательно потому что эта грудка будет тарахтеть по дну и желательно это все сделать покрепче что здесь какие сложности не могу сказать что здесь какие-то сложности в работе пока мы будем с вами формировать грудку наш клей схватит лапки то есть мы здесь практически не тратим время совсем-совсем немножко не надо сильно здесь намазывать потому что от этого клея у нас будет потом портится немножечко наша резинка это силиконовая сделали и теперь что можно мехом даббингом как многие используют его сделать грудку ну и так как я начал из такого даббинга значит я таким даббингом продолжаю дальше в таком положении оставляю крутить вертеть можете сколько вам удобно нанесли так чтобы не очень толсто и было удобно работать вот так сделали и теперь начинаем формировать грудку аккуратно место приклеивания чтобы мы не утащили наши лапки проматываем как вы видите эта процедура почему я и говорю она нудная длинная и неблагодарная когда начинают многие делать заказы начинаешь объяснять что ребят ну как бы я вот не старался можно ускорить ну полчаса сорок минут уходит только лишь на изготовление одной очень трудоемкая но она работает практически круглый год поэтому хоть зимой хоть летом должна выйти у нас вот такая закрытая конструкция мы полностью все здесь прикрыли закрыли и теперь нашу нитку после того когда мы промотали уже наши лапки мы переводим к голове друзья здесь конечно есть теперь небольшие сложности можно просто взять сейчас ниткой промотать ну учитывая то что мне нужна и грудка и пышность головы так как я крючок взял граб шримп и это у нас получается восьмой номер он немножко великоват хотя как сказать вот здесь закрываем вот все дабингом уводим теперь нашу нитку непосредственно там где наши глазки уже все 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 что здесь нужно мы с вами сделали я слегка увлажняю палец чтобы убрать дабинг который будет пытаться лезть к нашей голове вот смотрите что еще здесь какое есть неудобство неудобство следующего характера мы должны здесь достаточно хорошо промотать сейчас ниткой чтобы уже предварительно сформировать ну вот ту голову которая будет у нашей нимфы ну первое может у вас как-то немножечко там выйдет коряво но потом вы уже будете знать больше мотать или меньше мотать нитки все сделали теперь берем нашу пленочку и вот так подводим глазкам немножечко ее подтянули и удерживаем на глазках просто делаем накид нашей нитки просто накид сделали теперь смотрите как бы мы вот не старались начинает подламываться наш полиэтилен поэтому я обычно всегда вот ноготочком вот так подравниваю а потом слегка его удерживаю второй накид и только лишь уже потом третьим витком третьим витком на и нитке я подтягиваю как видите вот ровно не совсем оно у меня и убежал полиэтилен ну так как у меня здесь вышел короткий полиэтилен я его возьму перодержателем и аккуратненько здесь теперь чтобы не было нагромождения материала перевожу его через глазки к колечку перевели теперь закрепили здесь и я его переломываю обратно для того чтобы у меня была пышная голова здесь уже не столь важно как он у нас честно переломается вот так и я уже могу отрезать вот те остатки которые у меня полиэтилена остались убрали все уже у нас наша нимфа почти готова теперь нам нужно вот этот полиэтилен который мы не красили с вами он белый подкрасить черным не задев наши глазки и обязательно краешки крылышек которые мы делали у нашей нимфы подкрасить черным и чуть-чуть вот так по грудке рыба знает что когда краешки нашего стали черными уже будут нимфа линять так и теперь аккуратно без фанатизма начинаем подравнивать следим за тем чтобы ну как как мы вот здесь намотаем нашей ниткой я формирую ниткой а потом аккуратненько это все вскроется лаком и будет наша симпатичная голова вот мы так оставили все просто изумительно посмотрите голова получается более-менее нормальная по величине шеи у нас здесь нет ничего нет теперь мы можем брать делать завершающий узел и переходить к лапкам что касается лапок я уже рассказывал что в начале когда я начинал только лишь вязать разные приманки очень мало было информации я воспитывался на фильмах Романа Мозера ну и других бойко болгарин был такой на фильмах чехов потом Игорь Тяпкин появился и всегда допустим вот у Романа Мозера как он делал он брал обыкновенную даббинговую иглу я буду использовать хитрый инструмент так как у меня поточное производство мне некогда играться вот с иглой грелась игла потом прикладывалась к лапке вот так и у нас получалось что лапка за счет температуры изгибалась но здесь ситуация такая что здесь можно переборщить испалить отпалить даже у меня такое с моим уже количеством связанных нимф много я использую вот такой вот выжигатель специально для изготовления лапок нагреваем его и я вот подогнул первую лапку следим за тем чтобы не подпалить что-либо другое теперь я переворачиваю потому что от себя мне неудобно будет их гнуть опять выбираю необходимый мне угол как только дым пошел с моего выжигателя я прикладываю к тому месту где мне надо согнуть и держу пока не остынут не остынет пластмасса все и бросаем выгнули вторую пару лапок точно так же берем делаем вторую следим за тем чтобы вот у нас было как говорится соблюдена пропорция вот если вы взяли два миллиметра от тела выгибать значит эти два миллиметра вы должны четко соблюдать потому что ну вот коленка которым мы выгнули оно может быть с одной стороны больше с другой меньше это потом вот видите уже у нас вышли такие лапки они все у нас достаточно симметричные красивые симметричные задние лапки также под таким же углом вот видите и теперь последняя наша лапка здесь могут возникать у вас определенные трудности в чем когда вот как вы видите да если перевести в плоскость вот допустим те лапки так торчат эти лапки так торчат что здесь можно сделать если мы возьмем будем подогревать наш выжигатель и на определенном расстоянии если держать я покажу вот на кончике посмотрите вот я держу и у меня начинает гнуться вниз она согнулась она не нужна нам вот это но вдруг вам придется подравнивать лапки все наш инструмент вот который я вам показал мы убираем что я делаю чтобы не тратить время я беру вот такой лак это хэнс у меня бессветный можно брать черный есть вот такой чисто черный но я всегда это делаю бессветным лаком а потом уже если нужно я добавляю черный еще я использую вот такой лак поэтому здесь какой у вас есть желательно чтобы был лак клей глубокого проникновения если у вас ничего просто нет можно использовать один только лишь этот клей он слегка побелеет при высыхании можно потом уже взять маркером черным это все закрасить все давайте теперь как я это делаю здесь процедура конечно длинная долгая потому что лак я разбавил и он у меня достаточно жидкий поэтому здесь надо будет два три раза мне еще накладывать этот лак ну вот так получается как вы видите переворачиваем теперь с этой стороны нудная долгая длинная но она заслуживает такого внимания потому что рыбу ловит на ура и круглый год все вот вы видите все готово пока у нас лак аккуратненько будем сейчас подравнивать наши ножки пока у нас лак подсыхает успеем подрезать ножки значит ножки мы не тянем ножницы понятное дело каждый берет свои вот я беру оставляю до уровня колечка ориентир отрезал отрезал здесь теперь я уже придерживаюсь вот этой длины которую я на передних лапках и начинаю теперь отрезать стараясь соблюдать длину лапок главное не переборщить лучше разбить на два раза эту процедуру так чтобы у вас уже не было отрезано лишнее потому потому что лапки пропорциональны должны быть нашей нимфе есть вот теперь смотрите как вы видите у меня лапки подрезаны захотите их покороче захотите их подлиннее вот она у нас уже готова меня вполне все устраивает все здесь симпатично но друзья мои давайте мы с вами я буду формировать головку пока она здесь не высохнет сделаем небольшой перерыв вот прошло время почему я и говорю что очень технологически долго нужно ждать пока но как вы видите объем головки достаточно хороший можно ее еще наращивать лаком вот так бугорочки вот здесь снизу тоже достаточно хорошо ну а теперь сейчас мы с вами отстыкуем ее и вернем в рабочее положение как вы видите все у нас здесь получилось как мы и хотели вот она такая симпатичная в таком положении будет находиться в воде вот так зацепов нет ничего нет симметрия выдержана все у нас здесь вот как вы видите хвостики развелись хорошо все выдержано симпатичная красивая как сказал мой друг Виталий Шмелев напоминает мне скорпиона вот и все друзья мои если будут какие вопросы пожалуйста пишите мне на почту я с удовольствием отвечу благодарю вас за внимание компаниях подавать